всем добрый день сегодня у нас будет ремонт стиральной машинки объемом 25 килограмм старая с надписью змыгив есть такие мы уже делали в ней в этой машинке замену подшипников бак у нее типа из нержавейки на самом деле из настоящей ржавейки сейчас будем делать вот покажу вот такое вот колесо там тоже были была замена подшипников небольших тут темно конечно вряд ли что то можно будет хорошо увидеть но вот здесь есть такой шкив вот здесь она полетела вот сам еще барабан в принципе ничего сложного но бывают даже вот такие вот машинки где мы находимся в санатории куяльник и здесь стирается вот такая вот грязь лука постоянно вон и вон соответственно подшипников хватает таких стиральных машинок of максимум на год поэтому приступим к работе начнем вот это место где она должна крепиться вот осталось обоима старого подшипника вот сюда оставится новая эта часть откручивается вот шкив здесь двойная временная передача от двигателя на шкив от шкива на верхний шкив здесь даже видно вот что подшипники тоже недавно меняли вот он новенький синенький красивенький здесь также есть еще масленки которые надо делать его для смазывания сейчас начнем вот открутить эту часть извините снимаю с мобильного телефона поэтому качество записи и дребезжание будет естественно присутствовать здесь никуда никуда не денешься втулка такая сделана на которой одевается до подшипника теперь нужно будет еще сейчас сбить вот эту обойму я не представляю как ну не смогу снять могут показать потом только конечный результат вот обойма сбилась немножко лопнула та часть была за шкурена вот еще есть тоже вы дышка можно сделать теперь вот наш шкив и нужно будет его туда одеть тоже не смогу показать потому что одной рукой нужно будет снимать ну здесь как бы ничего сложного с помощью ноутбука и кувалды мы это все дело оденем вот с помощью керна и молотка по окружности было принято решение выбить старый подшипник точнее новый как бы сначала набить одеть его отдельно потом одеть всю часть вместе сейчас я покажу вот вот сам наш подшипник вот он вот сюда он оденется и надеюсь все будет хорошо после этого вот финальная часть уже его одели осталось только закрутить вот дужать нажать вот сюда чтобы окончательно выдавить подшипник и зафиксировать шкив на вале все вот он финальная часть ремни одеты шкив одет извините за качество есть очень плохое освещение все крутится все хорошо вот наша стиральная машинка нагрев и выключаем правда еще не работает но сейчас мы ее запустим вот наша машина мы запустили о сошел тихий приятный звук работа пошла стирка вот специально открыл для тех кому очень интересно как же она работает она работает через таймер cr122 вот даже видно 20 секунд работает и 5 секунд у нее перерыва ждем 4 5 опять 20 секунд что она делает это таймер отчитывает 20 секунд и включает одну из реле в данном случае вот этот после этого 5 секунд паузы и он переключает другое реле фактически меняя полярность трехфазного мотора соответственно мотор начинает вращаться в другую сторону 16 вы видите 18 19 секунд все это выключилось 5 секунд ждем сейчас включится вот это реле фазность поменяется видите провода здесь она стала третьей здесь она уже стала первой эта фаза но естественно общее питание есть предохранитель интересно сделано вопрос за землением вот эта земля у нас это у нас три фазы здесь идет конденсатор вот и резистор фактически то есть если есть какие-то проблемы связанные с шумами то благодаря резистору и конденсатору который имеет либо вы можете в интернете после как этот принцип работает я сейчас не буду объяснять на телефон он является фильтром также здесь есть присостат который включает группу нагрева в тех случаях когда он срабатывает когда есть вода чтобы не сгорели ну в общем то наверное все вот так вот машинка наша устроена